Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. И сегодня посмотрим, что происходит с криптой. И погнали сразу к делу. Так, ну начнем мы, наверное, с BTC. Как всегда, по традиции. Что мы здесь видим? На недельном таймфрейме мы видим, что BTC у нас все-таки находится в локальной коррекции. Да, вот как мы видим из точек по Parabolic SAR, которые у нас ясно показывают тренд. Сейчас они показывают нисходящий тренд. Ну и, соответственно, да, вот мы с 70 тысяч без малого падаем, уже практически на 47 находимся. С другой же стороны, мы сейчас находим поддержку с вами в середине этого коридора, который BeamBenz рисует, да, между 20 и 200 с чем-то тысячами. Мы находим отличную поддержку на сетке EMA Ribbon. Посмотрите, наша любимая сетка экспоненциальных скользящих средних, от которой мы очень часто в бычьем рынке отталкиваемся и под которую не проваливаемся. То есть, в принципе, теории прямо отсюда сейчас будет очень здоровым и логичным смотреться раздворот и продолжение роста. Но многие сейчас проникуют, сходят с ума, пишут опять, что рынок медвежий. И давайте пробежимся по телеге, по твитам. Мы переводим по нескольку твитов зарубежной аналитики специально для вас. И я вижу столько хейта, столько пишут, я не знаю, этот роллинг или что. Пишут типа, ребята, хватит загонять всех в лонги, рынок уже медвежий и так далее. Друзья мои, во-первых, никто никого не загоняет. Давайте понимать, что вы же не бараны, а я вам не пастух, чтобы вас загонять стоило. Поэтому все решения принимаются сами, дисклеймерный финансовый совет, все взрослые ребята. Как говорится, если вы потеряли, то виноваты только в зеркале. Во-вторых, я просто с вами делюсь. Тем более, когда я перевожу твиты плана Б или еще кого-то, я же не свое мнение даже озвучиваю. Вот план Б сегодня пишет интересную вещь, что... Я использую модели, чтобы защититься от эмоций, пишет он. Сейчас большинство людей, включая меня, боятся дальнейшего снижения BTC. И как вы уже, наверное, знаете, многие стали хейтить плана Б из-за того, что его прогноз не отработал в конце ноября и в декабре. Да, он прогнозировал 98 тысяч в ноябре и 120, сколько там, 128, по-моему, в декабре. И теперь все говорят, что все, план Б это скам, модель не работает, все пойдет вниз вообще, биткоин тут за дном и две же рынок. Ребята, я вам хочу напомнить, что модель плана Б отрабатывала аккурат вообще, идеально, можно сказать, каждый месяц до этого. И это у нас с вами первое отклонение. Плюс я вам хочу сказать, что план Б, конечно, молодец, но он не учел удлиняющиеся циклы. Вот, собственно, я сразу закидываю в чат. У нас с вами, мы имеем дело с удлиняющимися циклами, то есть после первого халвинга до пика у нас был всего год, после второго халвинга до пика у нас был полтора года, и после третьего халвинга можем предположить, что у нас может быть еще два года. То есть вот мы сейчас консолидируемся и флетим как раз в очень интересной зоне. Посмотрите, помните, о чем я вам говорил в своем видео про циклы биткоина, что мы сейчас, вероятнее всего, долго так год уже стоим в этом уровне, там, 40-50 тысяч, потому что мы формируем будущее дно медвежьего рынка. Посмотрите, как это было всегда в предыдущих циклах. Мы переписывали all-time high, долго-долго стояли уровни предыдущего сопротивления, и оно же становилось дном медвежьего рынка. На первом цикле это было 250 долларов, во втором цикле мы долго стояли на уровне 4 тысячи долларов, там, 3 с копейками, тоже оно стало дном цикла. И сейчас мы долго стоим на уровне, там, 50 тысяч долларов без малого. Поэтому, смотрите, какая тема. Вернувшись к твиту плана B, обратите внимание на вот эту вот коробку, вот этот бокс между 50 и 200 тысячами долларов. Это зона, в которой, вероятно, у нас будет проторговка весь следующий год, исходя из этой модели. И что он здесь говорит? Что, согласно модели, мы находимся сейчас на нижней границе диапазона 50-200 тысяч, что является сигналом на покупку или зоной покупки исторически, да, исходя из модели. То есть, верхняя граница этого канала, район 200 тысяч, это будет зоной для продажи, понимаете? А сейчас мы исторически, сейчас мы технически в зоне покупок, все еще. Опять же, возвращаю вам этот скрин, посмотрите и убедитесь в этом сами. Мы внизу этой новой зоны, в которую мы сейчас входим. То есть, очень похоже на то, что мы просто сейчас находимся в гигантской медвежьей ловушке в удлиненном цикле. Дальше поехали. От себя вот я делал твит сегодня, что просто сравнивал. Посмотрите, трехдневный таймфрейм, Parabolic SAR и Market Cipher. Давайте я вам включу на графике и покажу. Обратите внимание, трехдневный таймфрейм, Parabolic SAR, несмотря на то, что здесь красная свечка, она еще не закрыта. Трехдневная свечка, она может закрыться зеленой. И Market Cipher, зеленая точка. Где у нас в прошлые разы такое было? Две точки на Parabolic SAR, Market Cipher, зеленая точка. Две точки на Parabolic SAR, Market Cipher, зеленая точка. Вот и все, ребята. Вы видите все сами. Понятно, что стремно сейчас, страшно. Мне самому страшно. Это все выглядит, как будто мы сейчас пойдем вниз. Но это так всегда и выглядит вот здесь. Вы думаете, здесь не было страшно? До вот этих зеленых свечек. Или вы думаете, здесь не было страшно? Поэтому, смотрите, сейчас все очень похоже за такую же ситуацию. Опять же, то, что твитал у нас Кевин Свенсон на днях. Что мы находимся в разворотном паттерне Bump and Run. Это такой тип типа чашки с ручкой наклонной. Посмотрите, вот у нас есть наклонная линия сопротивления. В марте 2020-го была похожая ситуация. Мы сильно дампились, потом пробились, вернулись на ее ретест и полетели. Опять же, здесь тоже сильный дамп. Пробили, вернулись на ретест. И по идее, вот если мы с текущих значений не затузамунем... Ребята, ну опять же, затузамунем это не значит, что через 5 минут полетим в космос. Это значит, что в течение, грубо говоря, недели, может быть и в январе уже, но полетим наверх. Опять же, мы же не сразу тут летим. Смотрите, мы можем походить во флэте, потом начать расти, но уже не падать ниже этих значений. И кто говорит, эти графики все не работают, это все там, все хаос. На самом деле, это паттерны. Это не просто фракталы, это паттерны теханализа, которые как раз работают. Да, и говоря про Bump and Run Pattern, давайте я вам покажу кусочек Кевина Свенсона, замечательного аналитика. Кусочек этого видео, который перевел для нас в серфе. Спасибо ему за это. Посмотрите про классический Bump and Run Pattern из учебника. Погнали. Итак, передо мной сейчас классическая схема из учебника Bump and Run разворота. Я хочу поговорить об этом сегодня, потому что я вижу так много страха в крипторынке. Если вы посмотрите на социальные сети, похоже, что индекс страха и жадности выглядит вот так. Так, люди на краешке стула ждут основного падения в цене. Глядя на определение из учебника Bump and Run разворота, у нас есть фаза входа, несколько точек сопротивления, образующих нисходящую линию сопротивления, потом фаза Bump, которая является основным сливом, за которым следует восстановление к предыдущей линии сопротивления, и переворот этой линии тренда в новую поддержку. Итак, держа эту схему в уме, давайте вернемся к дневному графику биткоина и посмотрим, подходит ли он по параметрам этого паттерна. Возвращаясь к графику, похоже, что подходит. У нас есть фаза входа с нисходящей линией сопротивления, несколько точек сопротивления, потом фаза Bump, основная коррекция вниз, за которой следует дно и движение обратно к линии тренда. Посмотрим на биткоин, у нас есть фаза Bump, движение обратно наверх к предыдущему сопротивлению. Возвращаясь к схеме, у нас есть прорыв через линию тренда, за которым следует откат к линии тренда. Посмотрим опять на биткоин, движение наверх и откат к предыдущему сопротивлению. Так что мы в классическом Bump and Run сценарии из учебника, несмотря на то, что криптосоциальные сети выглядят как-то вот так сегодня. Ну вот такие вот вещи говорит нам мистер Кевин Свенсон, давайте я продолжу свои мысли. TechDev заметил интересную штуку, что мы сейчас наблюдаем скрытую бычью дивергенцию, такую же, как была вот здесь. Мы долго-долго долбились в сопротивлении на уровне 10 тысяч после COVID-дампа, и потом пошли наверх. То есть смотрите, это все выглядит как начало медвежьего рынка, слабость, скрытая бычья дивергенция. Для тех, кто не понимает, что такое скрытая, я объясню. Это действительно скрытая бычья дивергенция. Многие говорят, ну это же медвежья дивергенция. Нифига, это скрытая. И просто посмотрите, что дивергенции бывают. Классическое медвежье, это когда цена идет наверх, а осциллятор вниз. Пики цены и пики осциллятора. И бычья правильная, это когда минимумы идут вниз у цены, а у осциллятора наверх. А вот скрытая дивергенция, это наоборот. Посмотрите, в нашем случае мы имеем с вами вот такую дивергенцию. И на мой взгляд, это самая мощная скрытая дивергенция бычья, потому что что она нам показывает? Смотрите, у нас не пики, а минимумы цены идут наверх, а минимумы осциллятора идут вниз. И почему она, собственно, бычья? Да потому что осциллятор на более высокой цене становится более перепроданным. Смотрите, у нас цена идет наверх, но уже на более высокой цене у нас более перепроданный индикатор. RSI в данном случае. И лично по моей практике, из моего опыта, скрытые бычьи дивергенции, они гораздо мощнее, чем обычные бычьи дивергенции или даже обычные медвежьи. Скрытый бычьи дивер, лично по мне, он перечеркивает даже ясный медвежий. Поэтому, смотрите, была подобная ситуация здесь, тоже никто не верил в рост. Все зашортили десятку, и биток улетел на 60. Эти 60 были явно перекупленными, потому что тогда красная цена ему была 25-30. И так бы мы шли плавно-плавно без пампа-дампов. Но это биток, он ходит вверх-вниз по 10 тысяч долларов в день, сейчас уже волатильности больше, поэтому выносит всех и вся. Но если вы проведете вот так вот в уме линию по нижним минимумам, то вы видите, что мы спокойно вообще трендимся наверх. Вот, поэтому есть у нас тут и скрытые, и явные бычьи знаки. Так что, да, покупай страх, как говорится. Покупай страх, продавай жадность. А по дэшу, что я могу сказать на мобите, вот я рисовал насходящее закругляющее сопротивление по этому bump and run паттерну. Вот мы прямо сейчас его тестируем как поддержку. Провалились немного ниже. Если сейчас мы его удержим, то все в силе. Мы идем дальше наверх. Вот, если же мы его не удержим, то следующая поддержка будет район 125. И это будет более длительный коридор флэта с возможным даже проколом еще куда-нибудь ниже на 115. Но пока этот вариант, на мой взгляд, менее вероятный. Хотя все может быть. Еще раз говорю вам, это крипторынок. Поэтому тут тысячу дисклеймеров, ребята. Это все не финансовый совет. Тем более торговля с плечом. Доминация идет вниз, указывает на альтсезон. Эфир к битку по-прежнему идет наверх, указывает на альтсезон. Поэтому, что я могу еще сказать? Отдаляйтесь почаще, смотрите на макро-таймфреймы. И старайтесь все-таки покупать где-то в районе поддержки на каких-то подтверждающих знаках. И будет вам профит. Всем to the moon. Хорошего настроения. С наступающим Новым Годом. С вами был Гринни, это канал Крипто Комманс. Подписывайтесь. Всем профитролей. И увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok